Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим разговор о втором послании апостола Павла Коринфянам. Обратимся сейчас к третьей главе этого послания. Первые стихи третьей главы очень ярко показывают нам, как устроена мысль апостола, как он строит свое послание. Он начинает разговор, говорит о том, что разве вы нас не знаете? Неужели нам снова знакомиться с вами? Понятно. Хорошо. Это вытекает из предыдущего. Он говорит о том, что в конце предыдущей второй главы Павел говорит о том, что Бог торжествует в его проповеди, а его, Павла, задача только говорить в простоте и искренности. И вы же знаете это, вы знаете нас. Обращается он к Коринфянам вот здесь в первом стихе третьей главы. Разве что нам нужно? Чтобы кто-то нам рекомендательные письма написал? Все понятно, да? И тут вокруг этого слова «письма» у Павла вспыхивает перед глазами некоторая картина, которую он пытается хотя бы коротко, в двух словах, но все-таки обрисовать. Он хочет сказать, что какие ему нужны рекомендательные письма, и кому, и зачем. И вдруг он говорит, это вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Вот то, что могло бы быть для нас рекомендацией, рекомендательным письмом, что могло бы продемонстрировать положительные и отрицательные, успехи или неудачи, вот такие аспекты служения апостола Павла. Вот это вы в том, что вы есть, в том, что вы существуете как крестьяне, все про нас, говорит апостол Павел, видно. Это наша заслуга, если так можно сказать, похвала, как он скорее склонен выразиться. Это результат нашей деятельности, а не каких-то вот этих вот всех высокомудрых людей, которые тут что-то вам вкручивали. Это вы наше письмо. Но на этом не останавливается его мысль. Он только что говорил о том, что на самом деле это Бог торжествует, это его проповедь, это благоухание Христова, которое Богу возносится. Он говорит, на самом деле это и тоже не наше рекомендательное письмо. Вы письмо Христово, вы письмо Христово через служение наше написанное. То есть он говорит Коринфянам, вы сами это удостоверение верности проповеди и реальности того, что Христово свидетельство было истинным в служении апостола Павла. Это вы письмо Христово, в котором, как рекомендательное письмо, в котором Христос удостоверяет подлинность проповеди, свидетельства Павла и его сотрудников. Но, видимо, в каком-то поэтическом задоре, может быть, мысль Павла здесь не останавливается. Он говорит, вы письмо Христово, написанное духом Бога Живого на плотяных скрижалях сердца. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. И это, конечно же, аллюзия на несколько мест в Ветхом Завете. Павел здесь не сосредотачивается на этом, он, видимо, не ожидает, что его читателю могут быть известны эти места в Ветхом Завете. Но все же, некоторое свидетельство Христа, написанное на плотяных скрижалях сердца. Духом Бога дальше больше, потому что он, может быть, визуально представляет себе вот эту картину, как Бог духом пишет на скрижалях, может быть, в Синае, а может быть, как-то иначе. Это все Павел представляет, и поэтому он дальше обращается к буквам, к тому, что такое Ветхий и Новый Завет, к этой теме служения буквам или духу. Но прежде чем к этому перейти, еще несколько строк Павел пишет на тему, которая для него, собственно, здесь важна. Потому что, на самом деле, это не просто такой поток сознания, набор каких-то картинок и мыслей. Павел более или менее последовательно ведет разговор к тем и пунктам, которые ему действительно нужны и важны в этом рассуждении. И поэтому он говорит о том, что это Бог соделал нас служителями этого письма Христова. Разве вам нужны рекомендательные письма о нас? Это вы письмо наше, это вы письмо, которое через нас Христос пишет на плотяных скрижалях сердца. И это он нас сделал служителями, как мы бы тебе сказали, вот этого процесса. Процесса, когда Бог сам пишет на плотяных скрижалях сердец этих людей. Коринфян Павел говорит не то, чтобы мы могли тут что-то такое помыслить от себя или как бы от себя. Это Бог привлек нас к этому и сделал нас способными, дал нам способность или возможность участвовать в этом, трудиться в этом. И весьма вероятно, что это слово, которое можно перевести как пригодность или способность или достаточность, это слово не зря тут появляется. Павел говорит, вы думаете, что я недостаточно силен, непригоден к тому, чтобы служить проповеди у вас, или не способен. Ну так, понимаете, дело же не в моих вообще способностях, говорит апостол, а в том, что Бог меня привлек и избрал. И мы уверены в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами были способны, но способность наша от Бога. Это Он дал нам силу, способность, пригодность, пригодность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Не буквы, но духа. И снова мысль апостола увлеклась картиной, которая открывается перед ним, и он сосредотачивается на этой картине, не забывая, тем не менее, основную мысль того послания, которое он диктует. Может быть, между фрагментами можно было бы, знаете, вставить какие-нибудь поздние вставки, типа вот, например, или вот, посмотрите. Вот посмотрите. Вот посмотрите. Павел говорит, слушайте, вот это, понимаете, служение смертоносным буквам – это было буквам. А в Новом Завете дух. Он, правда, вероятно, увидел где-то внутренним взором скрижали, на которых пишутся заповеди. Они не записывались, скорее всего, там, всем текстом из книги «Исхода». Нет, скорее всего, они обозначались буквами «Алев», «Бет», «Гемел» – просто 10, 6 на одной стороне, 4 на другой, вернее, наоборот, первые 4 на первой стороне, 6 на другой. Короче говоря, это визуальное изображение действительно было у иудеев не то, чтобы распространено, но все же принято, тем более, что о фигуративных изображениях, фигуративном искусстве там речь идти не могла. Это было противно закону. Поэтому вот, когда Павел заговорил только о письме, о том, что пишется на скрижалях сердца, дальше он гнет свою линию, это Бог сделал нас способными служить этим буквам, этой записи на скрижалях сердца, а в голове вот эти самые скрижали с буквами. И он говорит, ну да, вот эти вот буквы – это Ветхий Завет. И там через них, говорит Павел, с одной стороны, Бог что-то открывает, а с другой – сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисея. Он говорит, вот эти буквы, но в Новом Завете по-другому. Там дух, там не смертоносные буквы, которые действительно убивают, они определяют вину, собственно, эта мысль в посланиях Павла встречается очень часто, что закон, по сути, конечно, обозначает вину и то, что должно быть наказано, но не дает из этого выхода. И вот эти буквы убивают, а дух животворит. Новый Завет действительно рождает другую жизнь, делает людей, как Павел думает, способными жить в духе, и, значит, преодолеть это мертвящее влияние букв. И вот вокруг этого понятия буквы, служителей Завета, в первую очередь, конечно, чисто визуально, буквы и духа, Павел строит следующее несколько стихов, следующий фрагмент. И поэтому он говорит, вот, иудеи не могли смотреть на лице Моисеева, он должен был покрывать лицо покрывалом. И, собственно, мысль, которую он хочет высказать, в том, что если так славно было служение этим мертвящим буквам, насколько славнее, насколько прекраснее служение духу Нового Завета, Завета Иисуса Христа. Да, там, прославленное, это служение осуждения было славным, тем более будет славным служение оправдания. Но тут апостол повторяет еще раз, приходящее славно, тем более славно пребывающее, но увлек его образ покрывала, которое сына Израиля не могли смотреть на лице Моисея. Моисея покрывал лице покрывалом. И вдруг Павла пронзает мысль, которую он высказывает. Он говорит, ну вот, понимаете, они до сих пор через покрывало смотрят. Они до сих пор через это вот какую-то, не знаю, то ли паранжу, то ли что-то еще, смотрят и на текст, и Бога в нем, и вообще на жизнь. Его так поразила эта мысль, что весь заключительный фрагмент третьей главы он этому посвящает, почти весь. И говорит, ну, мы их ослеплены. Это покрывало остается не снятым, потому что оно снимается Христом. Павел, может быть, в этот момент понимает, когда диктует эти слова, может быть, сформулировал что-то ранее им понятое, очень глубоко продуманное, потому что это на самом деле выстраданная, конечно, мысль, что на самом деле только во Христе, помня об Иисусе, помня о том, что Сын Божий воплотился, стал человеком, умер и воскрес, помня то, что говорил Господь Иисус, и что Он делал, то есть только вместе со Христом, рядом с Ним. Люди могут понять, про что там разговор в Ветхом Завете. И вот это покрывало невозможность понять этот текст веткозаветный без мысли об Иисусе Христе чрезвычайно важная вещь. Во-первых, потому что люди сплошь и рядом пытаются использовать этот текст как цитатник, буквально формулирующий все, что думает Бог и считает нужным сказать, хотя Бог говорит «Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли». Павел говорит «Нет, мы ничего там понять не можем без Христа». На самом деле, зачем такой путь Ветхого Завета пройден, для чего это все было нужно, это отдельный разговор, который здесь Павел не ведет и к этой теме не обращается. Но для него важно, он говорит, что, понимаете, вот все это веткозаветное, сложное родословие, история, какое-то богословие, торы, прочее, прочее, это все понять можно только Христом. Почему Павел об этом говорит? Да потому что там пришли, видимо, действительно, в Каринф эти самые лжиапостолы, которые весьма вероятно, по мнению многих исследователей, как раз высоты и глубины сложного иудейского богословия на тему Ветхого Завета. Там излагали, правда, сложное, правда, возвышенное, очень сильно духовное, с символами, терминами, прочее, прочее. Павел говорит «Да ладно, ребят, вы все равно без Христа ничего не поймете, ничего не поймете. Покрывал и снимается Христом. Если ты за Христа не держишься, то ты хоть съешь эти книги». Это тебе ничего не даст. Понимаете, это все будет мертвящими цепями букв. Цепями букв, говорит Павел. Но только когда ты со Христом во Христе, только когда ты обращаешься к Господу, это покрывало снимается. Потому что Бог – дух, а свобода там, где Господень Дух. Свобода имеется в виду не в смысле там социальном каком-то, а в первую очередь свобода видеть Бога. Свобода видеть Бога без шор, без ограничений, без покрывала. Это возможно только вот в этом самом духе Господнем, который пишет на плотяных скрижалях сердце. То, с чего начал апостол свой разговор в этой главе. Продолжение следует...